В рамках реализации программы «Активное долголетие» в областном центре проходят различные образовательные мероприятия, направленные на обмен опытом между учреждениями, оказывающими помощь обладателям золотых лет. Так, очередной круглый стол, который прошел на базе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района «Помнить и любить каждый миг», был посвящен профилактике деменции. Участие в мероприятии приняли не только сотрудники, но и представители Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома, пожилые люди, в том числе переболевшие коронавирусной инфекцией. Развивается ситуация с последствиями коронавирусной инфекции. Медики заметили, что вопросы деменции стали касаться не только людей пожилого возраста, но и людей, переболевших ковид. И поэтому все больше внимания Министерство труда и соцзащиты направляет наше на профилактику деменции. Наша задача не входит определить степень заболеваемости человека или вообще определить, болеет он или нет. Но зато у нас есть ответственность за то, чтобы мы могли проводить профилактику. Как показывает практика, обладатели золотых лет хотят как можно дольше оставаться в строю, быть востребованными и полезными обществу. Именно поэтому они посещают различные кружки, секции, занятия, осваивают новые виды деятельности, развивают творческие навыки. Как правило, чувство нужности, важности и ответственности помогает им справляться со своими душевными и физическими недугами. Когда они понимают, что им поручают, им доверяют, они более щепетильно и внимательно следят за собой и стараются не забывать то, что их просят сделать, чтобы не подвести. И дают поручения, и оценка их деятельности еще очень важна, что они молодцы. Они как тоже дети, им очень важно понимать, как они себя, их оценивают окружающие. Поэтому и обратная связь тоже важна для них. Помимо поручений, например, домашние задания, они ходят на английский, на польский, они получают эти домашние задания в изучении текста, перевода этого текста. Психология тоже, это какие-то домашние задания, но тут никто никого не заставляет. Это важно, чтобы человек просто нес ответственность за свои действия. Работа в рамках программы «Активное долголетие» в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района проводится в том числе и по принципу «равный равному». В рамках клубных встреч это реализуется особенно ярко. Надежда Грядовкина в прошлом учитель начальных классов. Сегодня в качестве волонтера она делится своими навыками тренировки логики и ума с другими. Ее подопечные в рамках мастер-класса – люди, лишенные возможности слышать и говорить. Но это нисколько не сказывается на их интересе и увлеченности. Как правило, этим обладателям золотых лет больше всего важно присутствие, участие, задействованность. И в рамках таких клубных встреч они-то получают. Ребусы, головоломки – задания варьируются от простого к сложному, как с детьми, но результативно. Сейчас передаю другим, понимаете, то, что я научилась, что я могу, и что я сама что-то фантазирую, придумала вот эти картинки. Это я уже сама сделала их, чтобы помочь другим, которые я делаю людям добро, добром и вернется. Граждане с нарушением слуха очень активны. Они дома находятся одни, мы проводим различные занятия для них, чтобы преодолеть социальную изоляцию. Они очень любят различные выезды на природу, общение с окружающими, очень много познавательных видов деятельности. Недавно у нас был мастер-класс по изготовлению семейного оберега, мотанки, куклы. Им это очень интересно. Я заметила, что они даже активнее, чем, наверное, даже другие пожилые. Деменция – это не приговор. Уверен в стерриарном центре социального обслуживания населения Ленинского района. Тематические встречи, заседания клубов, работа по помощи и поддержке тех, кто по разным причинам не может быть вовлечен в общую работу. Во всех этих функциях есть участие и других пожилых граждан, более мобильных. Опыт Брестского территориального центра был бы интересен и другим коллегам региона. Именно поэтому по итогам семинара был сформирован перечень вопросов для проведения серии обучающих семинаров для аналогичных учреждений области.